Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете, недавно я прочитала такую фразу, что счастливый человек, он больше благодарит, чем просит Бога. И вы знаете, я, наверное, отношусь к тем счастливым людям, которым на самом деле больше благодарит. Я когда думала просто о том, как жизнь происходит, она все случается, как говорят, они не случайны. И я очень благодарна, во-первых, что я здесь, что меня пригласили в такую команду. И я очень со мной познакомилась, здесь совершенно такие очень потрясающие люди. Большое вам спасибо. Я очень благодарна моей семье. Это фотография с Рима, мой муж. Вы знаете, когда у меня была мечта посетить, ну, например, как все девочки, люди, это самое интересное место для шопинга, в том числе Рим. И вы знаете, для меня вот эта вот фотография, она очень много значит, что это Рим, это исполнение моей мечты, это покупка того, чего я запланировала. И вы знаете, ну, одежда я имею в виду. Шопинга. И вы знаете, для меня это очень-очень много значит. Поэтому я сегодня с вами хочу поделиться тем, что, может быть, для меня очень много значит, и теперь будет значить очень много для вас. То, что вы, возможно, найдете там у себя. Это мои спонсоры. Те люди, которых я услышала. Вы знаете, иногда бывает, переводишь к человеку. Он тебе говорит, но ты его не слышишь, не понимаешь. Человек, который мне предоставил бизнес, это мужчина, вот он тут стоит рядом, с моим спонсором. Дело в том, что я просто стояла на остановке, встретила своего знакомого и спросила, ты не знаешь, ну, вообще хочу заработать деньги, может быть, ты мне что-то там посоветуешь. Он сказал, я не знаю, но через время он мне позвонил и предложил встретиться с его женой. И она стала моим спонсором. Вы знаете, ты человек, который у меня старше намного, человек, который мудрее, умнее меня, и я не всегда с ней, ну, так сказать, на одной волне была. Ну, я там, мне было 19 лет, да, такая дворянка, да, а она такая бодрестая женщина. Это очень важно, что первое, да, что из этой истории, что я пришла за знакомым человеком. И на сегодняшний день один из моих самых лучших методов перекрутирования – это знакомые. Потому что знакомый, он вам доверяет. Знакомый – это человек, которому вы можете сказать, что вы думаете, и который вам может сказать, что он думает. И знакомый человек, он воспримет таким, какой вы есть, может быть, со всеми вашими достатками или недостатками, да, достоинствами или недостоинствами, неважно, в данном случае, потому что знакомый человек, он, это тот, ну, может быть, ты, ну, который, вот, которому вы можете доверять дальше. Моя большая стоящая спонсора – это Тунчук Анна, Анжел Решкевич. В такой команде, знаете, Аня – потрясающий организатор, я всегда училась. И вот тут сегодня тоже потрясающая организация. Я когда на таких мероприятиях, я всегда себя ощущаю не столько дальше пустим, сколько я всегда пытаюсь запомнить, кто что делал, как там были распределены, там обязанности, кто там сидел на компьютерах, кто там что-то там еще делал. Но мне это очень важно, потому что я знаю, что если я хочу идти дальше, то мне нужно учиться новым навыкам. То есть я постоянно пытаюсь найти что-то, что я могу сделать, чтобы стать наступлением лучше. Анжел Решкевич – это человек, который меня научил правильному бизнесу, этичному бизнесу, и я всегда знала, что, ну, наверное, меня только родители учили, очень важно, что ты делаешь, как ты это делаешь, так потом оно и отзовется, да. И насколько ты грамотно ведешь бизнес, настолько потом у тебя будет такое же дублирование в команде. Мои ветра-директора. Это тоже, знаете, я когда ложусь спать, и я иногда, у меня тренажер стоит, я когда бегаю на тренажере, я смотрю, кстати, сериалы. Это единственный момент, когда я могу, ну, смотреть сериалы. Потому что я подумала, ну, что можно вот таком интересном делать, когда бегаешь, чтобы бегать. Я смотрю сериалы, но при этом я каждый раз вспоминаю и думаю, так, кого можно там, вот еще там, кому помочь, кому там отблагодарить. Я постоянно этих людей, о которых я сейчас буду говорить, перебираю на пальцах и думаю, так, думаю, что можно, ну, еще им помочь, что можно сказать. Я так начинала, кстати, со своими партнерами. Сейчас это директорат, это я вам на заметку рассказываю, да. А тогда это были мои партнеры. Мой первый директор, человек, который про меня пошел, когда я была еще там на уровне, там, трех процентов. Опять же, вы ничего, может быть, не знаете. Вы, возможно, сидите сейчас, у вас там от порядка трех процентов, но у вас уже есть знакомые, которые вам доверяют. Это люди, которые с вами будут делать ваши первые шаги. И я до сих пор не понимаю, кстати, почему она за мной пошла. У вас есть такое, что у вас есть люди, которые вы зарегистрировали, но до сих пор не понимаете. Но если этот человек делает с вами шаги, он станет директором. Ну, и вы, конечно, тоже станете. Потому что он просто за вами идет. И вот эта благодарность человеку, который просто пошел, поверил, не знаю, еще когда мне ничего не было. Мой второй директор, Елена Романович, это человек, который пришел и сказал, «Катя, ты мне ничего вообще не рассказывай о бизнесе. Я вообще такая вся пытая, я имею в принципе все, что хочу, но я буду экономить». И тут я вспомнила слова своего спонсора, который мне говорил, «Катя, ты должна всем рассказать о бизнесе. Не важно, что я пришел просто побыть или так купить себе мыло, или еще что-то. Ты должна всем рассказать о бизнесе». Я ей рассказала о бизнесе, она потерялась где-то на года-два. Мы при этом созванивались, у нас были хорошие теплые отношения, но человек не был доход к бизнесу. Но если бы я никогда не рассказала ей, у меня была везде сейчас огромная структура. И потом просто был звонок, когда я просто произвела, «Я не знаю, как твои дела?» И она сказала, «Вот ты знаешь, у меня сейчас трудности». Я говорю, давайте встретимся, да, я ее тогда еще могу назвал. «Давайте встретимся». Она со мной встретилась, я ей дала одну книгу, «Как вырнуться из замкнутого круга». Она как раз была в такой ситуации, когда вот именно этот замкнутый круг, знаете, там все плохо, все плохо, и все хуже, и хуже. И был звонок мне утром, ну, наверное, больше часов 8. Она прочитала книгу, позвонила мне и говорила, «Тать, это правда, что там написано?» Я говорю, «Правда». Она говорит, ну, если там правда, то я, говорит, хочу работать. И человек, вот, ну, с нуля, мы вышли на звание, знаешь, что она уже, она вышла за полгода, не двоих детей, а вторая девочка маленькая была, говорит, ничего, пришел. Ну, то есть, первая девочка была в первом басе на тот момент. То есть, совершенно маленькие детки, и мы вышли за полгода, просто ситуация была такая. Мне тогда было то, что, то, что я имела общение с консультантами, неважно, буквально у вас опять же, что у вас там подмыло, да, или там новейш, неважно, но отношение к каждому должно быть грамотное, должно быть такое, что человек готов к вам перейти. В этой реструктуре появилась очень-очень сильная такая ветка, вы сегодня видели этих людей. Сабына Наталья, старший директор, это сегодняшний день очень глубокая моя такая ветка. И директор Елис Людмила, тоже, вы, наверное, ее все знаете, все видите, это недавно закрытое звание. Это потрясающая команда, в которой сейчас есть еще один старший менеджер. Это такая, знаете, такой вот, на самом деле, пассивный доход. И тут я могу вам сказать, что эта команда, эта команда, которая работает самостоятельно настолько, что, ну, вы знаете, иногда очень легко строить новое звание, когда у тебя в глубине есть сильные люди. Но чтобы они там были сильными, да, нужно было что? Ну, ночью, вначале, научить, как ребенка. Вначале обучил, оставил, а дальше делать все самим. Громада Юлия, это мой третий директор. Эта история вообще потрясающая, когда у вас есть, ну, желание чего-то, вы об этом говорите, но иногда не все получается. Так я хотела на лайнер попасть, да, в предыдущий лайнер. И у меня получил педа, я же умная, да, я все посчитала, как я это сделаю. И, возможно, кто-то из вас, да, после, ну, вот, первого дня, там, тоже, так, запланировал, да, как вы будете там развить. И вчера, когда мы ходили по прямой дорожке, мы поняли, что вы вообще на все способны. И я бы еще так же была. Я, знаете, я все, я думаю, вот, это что, вообще ли вы, да, да? Ну, что так новую группу открыть? Я бы все просчитала. Девочки, я делала все, что надо, сколько надо встреч, все, но результаты не было. И вот был такой момент, когда нужно было просто, знаете, оставить все свое вот это умничание и спросить, спросить у мудрого человека. И тогда в моей жизни появился наша ся Екатерина Дудко, которая просто пришла и сказала, айте, все, ну, я беру мисс бумаги, что делать, я делаю. Мне иногда кажется, знаете, вот бывает, вот я разговариваю с новичком, она, ой, я это знаю, я не пойду на школу, зачем мне ехать на семинар, я вообще здесь травмский слышала, да? Очень нормальная дорога, я вообще, ну, вы не пошли, я же, знаете, да? Да, ну, наверное, жизнь. Обычно человек похож на дорогу, дорожка такой. Работает, дом, да, когда-то дорожка, туда-обратно. Но на самом деле, Катя сюда у меня есть, когда я не пришла на координацию, она говорит, выбери человека, за которым хорошо быть людьми. Выбери человека, с которым тебе будет легко работать. Выбери человека, у которого есть в команде люди, которые за ней идут. И у меня на тот момент была 12% структура или 9% структура. И срок оставался маленький. То есть, с момента разговора, это был, мы с вами провели с ней, где-то 8 января. Ну, то есть, сразу после праздничек. И нам нужно было действовать, чтобы вот видите, какой срок, потому что иначе я на лайнер не успела. Ты готова? Аплодисменты. Нет. На самом деле, выбор был в полиции 9% Почему? Очень важно. За человеком в стиль люди, человек работал в компании с подругой, и, как Катя тоже сказала, 1 плюс 1 равно 11. И иногда мы обращаем внимание на тех людей, у которых, допустим, но мы не видим их эффективность работы мы видим какие-то тихие, федоскромные и Катя говорит у нас или мы попадем в цель или все, то есть папа не попал и когда я позвонилась с Юлей, мой спонсор Нинаидна говорит, а можно я буду присутствовать на этом разговоре вы знаете, у меня был очень дискомфорт я думаю, что я сейчас позвоню смотреть на нашу тему я такая, лажусь и мы собрались, я с Юлей разговаривала у меня Игнатина ходила по офису и она очень сильно за меня переживала как это будет вообще я говорю, Юля, у меня есть цель я могу тебе помочь я буду работать с тобой столько и сколько нужно но у нас нам нужно в третьем каталоге открыть старшее новичко да, у тебя тут закупало сейчас вот, но дальше было решение уже Юлии потому что она на следующий день она пришла и говорит, я договорилась с мужем я все полностью договорилась и я могу да, и вот тоже, опять же иногда есть у нас такие люди в команде которые просто стоит, может быть, попросить да, о чем это я не на самом деле готова вам помочь но не просто помочь, знаете, когда я буду делать а когда я начинаю делать и мы стали действовать почему было легко потому что, наверное, человек такой которому шли люди хорошо и дальше грамотное обучение команда сработала огромное количество мероприятий которые мы проводили мы создали поток людей но люди легко приходили и легко отставались потому что человек, который их приглашал настолько истинен, настолько приятный человек что за ней шли люди а дальше уже было дело организовать все это и поэтому у нас такой быстрый рост был первый каталог 900 баллов второй каталог 1080 и третий каталог 7500 вы знаете и звание директора получение всех возможных бонусов всех поздравлений на сегодняшний день у вас будет, я думаю, возможность спросить человека, как это все произошло да? я думаю, будут вопросы новую старшую менеджер в моей команде это человек, с которым я открыла звание за первых директора это наше начало работы августа 2015 года открылась старшую менеджер в третьем каталоге человек, который живет от города Преста 40 минут на машине придет на 40 минут с тремя детьми в лесу почти без интернета ну то есть там их почти ничего не ловят и в этом лесу там пару домиков есть и до ближайшей остановки ей идти ну пешком на улицу ну 20 до ближайшей остановки до ближайшего транспорта знаете, что она мне сказала? она говорит как там? а у меня выбора нету говорит у меня трое детей причем там вторые погодки первая девочка поставшая а дальше погодки и она говорит а у меня выбора нету дети болеют говорит куда я пойду? ну вот представь говорит дойдет заболел потом второй заболел да? третий заболел кто меня на работу возьмет? или как я из этого лесу буду на работу ездить и кто будет смотреть моих детей говорит у меня выбора нету и когда у человека нету выбора он находит и нету ваша задача как лидра это просто дать показать дать задачу да? я говорю замечательно Саша как действовать как ты предлагаешь сделать так что говорит я могу пять лет проводить спа-уходы по таких душах замечательно что тебе дается надо но перед том мне было немножко помешиваться с продукцией мы с ней помогли ей помогла купить ей набор для спа-уходов со всеми баночками да? инюарками и всем остальным и она стала это делать и результат он был потрясающий она знаете сколько она работает два раза в неделю она работает а если кто так работает два раза в неделю все она работает она пять дней в неделю ищет как бы провести спалку в деревне пять-пять-пять неделю она договаривается обзывается работает со своей командой уже существующей и два раза в неделю она прорывает работы доля она говорит я знаю что если я отправилась у мужа идите в лесу на трое так нужно отрабатывать по максимуму и она говорит дальше бывали такие случаи когда приезжающих никого нету и ты понимаешь что время потрачено и надо идти ехать ему дальше и она просто шла там звонила другие деньги глупо говоря и проводила дальше то есть это человек который работает методом с полового кода поднимем в ближайшем она говорит все что в радиусе нескольких километров от моего дома это мое поле деятельности мой новый такой вот хороший уровень это моя пятая группа которая у меня сейчас открылась это человек который за пару каталогов у нас 2-3 каталога и она вышла на 15-100 центов это человек по натуре я сейчас хочу вам сказать что может быть иногда стоит работать помните как из тренинга мяу-мяу гав-гав да может быть иногда стоит искать сразу готовых лидеров и мне в этом случае мне знаете помогло что она моя команда она у нас лизажист стилист одна из раскрученных по городу Дреску и был один такой случай который перевернул взгляд на алифы у нас было новогоднее мероприятие мы собрали зал и у нас зал был рассчитан где-то на 50 человек было 50 стульев но так как мы сделали бесплатное мероприятие так как мы еще всем шампанское обещали и фрукты было где-то в зале 120 человек представьте себе зал на 50 студия все на 50 а пришло 120 человек она была из всех приглашена и когда люди стали подходить мы просто поняли что не реально сидит там на студии кто-то сидел кто-то стоял мы собрались кружочек так как зал был небольшой микрофон у меня не было 10 на 150 и 120 и я там собралась кружок что-то им рассказывала два я не вот у нас были какие-то номинации какие-то возбуждения в итоге на следующее утро мои директора скажут ну типа лажа такая получилась конкретная я сама уже засомневалась думаю на самом деле на самом деле звонила Алла и говорит я ищу клиентов, я постоянно в интернете ищу людей, которых на трассе. А у вас, говорят люди, все видят 120, то есть она увидела сумасшедшие глаза людей, которые, может быть, искали стул, может быть, что-то мы не искали, может быть, подарок они искали, но она увидела вот эту вот массу. И для меня, вы знаете, это очень показательно. Может быть, у вас есть вот такие же разные люди, фипы такие, которые нужно их отправить в наше окружение, и чтобы они увидели нашу движуху. Потому что очень многие люди, которые сюда попали на раньше тоже на маленьких уровнях, я думаю, они уже по-другому думают про Юссель. Да? Да. Конечно. Я думаю, эти люди, они тоже, знаете, готовы кармайку порвать за Юссель. Ну, наверное, на самом деле, вот такие мероприятия, они не дают тебе цвета. Что такое успех? Успех – это то, что у нас есть. Успех – это особо успеть. У нас успех, видите, у меня даже в слайде немножечко с Екатериной Битко. У нас успех – одно время. 21 часа в сутки. Но кто-то из детей, сидящих в зале, более успешен, чем другой человек. А есть, допустим, опять же, по методу Парета, 20% на 80, ну, 20% людей на 80% успешнее остальные. И наоборот. Вы не задумывались, почему один человек, он как-то вот что-то делает, вроде бы то же самое, что и вы, но более успешен. Закрывались. И что вы начинаете делать в этом случае? Анализировать. Отлично. Кто-то начинает учиться. Ну, вы знаете, тоже, можно заучиться и не иметь результат. Кто-то начинает как буха биться об окно и дать выход. Бьется, 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 бьется. Пока там себе лоб не разобьет, или там случайно кто-то не откроет окно и не посмотрит. Как из тренинга вчерашнего, да, программы. Случайность. Да? Да. А вы как выбрали? Блин, нет. Считали. Да. Считали. На самом деле, очень важно понять, с чем отличаются те действия наши, которые мы делаем сейчас от действий успешных людей, которые чуть-чуть там успешны вас. И на самом деле, время у нас у всех одинаково и время у нас у всех есть. Не надо говорить, что там у мамы или у детей у нее нет времени. Или у человека, который работает на трех работах, у нее нет времени. У всех время есть. Только у всех есть время на что? На то, что они хотят. И если ты на самом деле хочешь, то ты найдешь это время. Надо немножко перепланировать что-то, да, может быть отказаться от чего-то сейчас, но чтобы получать маленькое удовольствие, чтобы потом и не с большого успеха получать большое удовольствие. Вот эти три слова, которые мне Витя попросила немножко об этом сказать, да, эффективность, результативность и ценность. Вы знаете, эти слова, они для меня, может быть, ну, у меня в тех аналитических словах ума, я очень часто что-то сделаю и сразу я анализирую. Для меня это норма. Я просто не понимаю, насколько иногда бывает сделаю, делаю, делаю. Я постоянно делаю анализ. И постоянно, пока я тоже вчера сказала, каждый раз стараюсь сделать лучше, чем предыдущий. И вы выйдете на новый уровень. Итак, эффективность, да? Эффективность. Это не лила, которая вам показывает, опять же, насколько вы сделали лучше. Результативность. Результат. В нашем бизнесе можно, конечно же, просто отдыхать, наслаждаться друг с другом, командой, компанией. Какая у нас классная компания Юсуэль? Какая у нас классная команда? Да? Но вот такие люди, они иногда, знаете, потом, ну, разочаровываются какими аутсайдерами в плане нового звания. Они, им все классно, но на самом деле это хочется на сцену, хочется для новых званий, хочется там, показать своему ребенку, своему мужу, мы едем, допустим, на конференцию. Мы говорим, что нам классно. Но мы иногда боимся всем признаться, что классно-то нам будет, если мы будем своими чеками. Ценность. Вот какую ценность мы несем в компании Юсуэль? Какую ценность мы несем в команду нашу? Какую ценность мы несем, опять же там, в нашу семью? Ваша ценность. То есть, насколько вы ценный игрок в своей команде? И вот эти слова, я постоянно сидя с этой игроком. То есть, вот эти вот моменты, я постоянно на них акцентирую свое внимание. Может быть, поэтому у меня чуть-чуть выше уровень, чем у вас, ты смотришь здесь. У меня все. Все, конечно же, начинается с мечты. Вы знаете, для меня когда-то это были пустые картинки, когда я сидела там, как новичок, как процентник, и дальше, наверное, на уровне пятнадцати процентов, для меня это были просто картинки. Ну, такой красивый дом, там, да, машина. Ну, когда-то у меня это будет, я еще молодая. И, да ладно, мои там родители, они там живут в таком там доме, ну, мы там обложим его там кирпичом там получше, да, ну, и будет это у меня. И я сидела, как командный игрок, такой вот, а, ну, что будет нормально, что там париться особо, да? Когда однажды я не попала на такую пленю, где объясняли про цели, да, и где, ну, знаете, я немножко пересмотрела свою, свои цели и пересмотрела свою жизнь. Я недавно даже с ним мечтала, какой-то лидер, он может быть без цели. Вы представьте себе, допустим, какой-то там какой-то лидер, так, ну, я не знаю, как, то есть лидер, да, какое-то лидер, и говорит, там, люди, а давайте там с верными царями, там, там, называйте-то, может быть, с верными царями. И он такой, ну, такой вот, нет, ну, вообще, там, ну, допустим, там, спонсор мне сказал, что надо сказать вам, люди, что давайте с верными царями. То есть, у нас реально-нибудь кто-то за ним пошел, правильно? Когда у вас в душе есть цель, или где там она у вас, тут, у кого-то здесь, не то, что, кстати, об этом недавно говорили, у кого-то здесь горит и греет, а у кого-то здесь. Так вот, когда у вас есть ваша цель, ваши глаза горят, не спонсоры, не команды, а ваши, за вами, когда у вас идут люди. Именно ваши глаза должны, вот просто, знаете, это должна быть мечта ваша, которая от вас прямо там прет. И только тогда у вас будет результат. Важно очень, нанече и видимо на год, три года, десять лет, двадцать лет. Как это вообще работает, да? Как определить, чего вы хотите на самом деле? Вспомните в детстве, о чем вы мечтали, кем вы себя представляли, что вы хотели делать, чем вы хотели заниматься. Я после двух год и период своего детства, я хотела стать учителем. Я собирала своих подружек и их что-то учила. Я спорю потом. Соберу их, я посажу и учу. Да, вот видите, вот чуть-чуть, мечта сбывается. Видите, детство? Да, посадила, конечно, лучше. А вторая была моя мечта, быть как родницей. Потому что я прям поздно в детстве ничего особо не видела, да, второе состояние, которое ездит. И мне казалось, я таким образом буду путешествовать. То есть, ну, для меня это была такая вот мечта детства, да? И когда я уже потом стала анализировать свои мечты и цикли, чего я хочу на самом деле, да? И чего бы я хотела такого, чтобы мне давало удовлетворение, да? Для себя удовлетворение. Это в первую очередь, конечно же, это путешествие. Это посмотреть мир. Потому что я считаю, что нельзя, знаете, быть в одном месте, вот, и быть доволен всем. Нужно, мир огромный. Он красивый. Там столько всего. И это все как будто, вот, знаете, фотографии эти в интернете, это не просто фотографии. Там кто-то был, а почему не вы, да, там? Или в интернете какой-то водопад очередной. И вы смотрите, и вы понимаете, что вы туда хотите. Понимаете? А еще вот про, ну, отключение, да? Для меня очень важно в результате людей. И мне очень важно, если у меня в команде, я живу с ним человеком, там, не может быть человеком, то... Ну, what the fuck? Ну, я берешь их цели, они меня мотивируют. Поэтому у меня это очень важно. Да. Мне очень важно, когда человек, вот, знаете, там, сначала он там один какой-то, да? А потом он меняется, и его жизнь все меняется. И когда эти люди, когда нам звонят, говорят, Катя, говорят, я была в магазине, и в Сережке положила все, что хотела, и не смотрела на цены. И когда мы на занятие говорили, Катя, ты знаешь, мы пошли в магазин с дочкой, да? Когда мы купили все наряды, какие хотели, и на завтрашке деньги еще остались. Это то, что благодаря вашему бизнесу происходит, понимаете? И невозможно, знаете, там, стоять в стороне и думать там, ну, там, много людей живут. А думать, ну, там, не будем как-то справиться. Понимаете? То есть, ну, это, ну, нет. Вот в этом и есть мечты, да? Я бы хотела стать в детстве. Что я хочу на самом деле? Это то, что я вам сейчас рассказала, да? Что я хочу в ближайшие полгода, чтобы у вас было? В ближайшие полгода нельзя и расспрашивать девочки, да? Не просто цель твоя стать директором, а что ты хочешь в ближайшие полгода. Это очень важно, потому что, знаете, когда ты говоришь просто, что вот, ну, хочу стать директором. Это может быть и через 10 лет, и через 20 лет, и это не имеет никакого значения, если это неизвестно когда. Когда ты говоришь, там, ну, в рано полгода, значит, ты готова определить время на достижение своей цели. Если ты говоришь, там, через год, через два, это не нравится, и все. То есть, только в рано какого-то определенного, короткого времени, мы тогда готовы на что-то поменять. И вот этот четвертый пункт, да? Ну, то есть, про тренинг понятно, что в ближайшие полгода. И четвертый. Очень мне этот тренинг, он меня просто, вот знаете, вот перевернул все. Я, да, это он через 10 лет. Вы дома сделаете, я вам просто объясню, и вы все поймете. Представьте себе картинку, через 10 лет вы. Вот, допустим, вы там встретились извертого, да? И это вы через 10 лет. Какая вы? Возможно, какие у вас там волосы, да? Как вы выглядите, какая у вас там фигура? А смотрите вокруг и посмотрите, кто возле вас. Может быть, где вы находитесь, да? Может быть, в какой-то, ну, если меня, да, в какой-то дороге я находил. То есть, нарисуйте картинку того, что будет через 10 лет с вами. И если вы ее увидите четко, вы к этому построите такую дорожку, вроде канарка не яблала, ну, знаете, там прям четкая, четкий там асфальт, да? И вы там все это просто увидите. Так, для меня было очень важно, вот именно видите меня на 10 лет вперед. Потому что девочки и мальчики, ну, вы знаете, иногда кажется, что вот вы что-то делаете там, допустим, вы там работаете в офисе, вы проводите встречи, вы проводите тренинги, и вам кажется, ну, вот день провела, ну, встреча провела, ну, завтра проведу, ну, через полгода проведу, да? Вы представьте себе, что вы через 10 лет. Как вы будете работать, да? И будете ли вы вообще эти тренинги проводить? Будете ли вы проводить СПА-процедуры? Будете ли вы приглашать, допустим, СПА-процедуры? А может вы хотите сидеть в офисе, допустим, да, чтобы кто-то вам принял человека, а вы, ну, там, о бизнесе о тебе рассказывали, а то, что там, не знаю, там, на берегу моря это все происхитило, да? То есть, ваше видение через 10 лет, это очень важно. Потому что, если вы думаете, что вы все время будете на этом месте, так вы никогда не сдвинетесь дальше. Как вы, что вы будете делать, какая у вас будет команда? Ну, как вы будете с ней работать? Вот это очень важно. Где вы будете? У меня, знаете, я расскажу вам, ну, то, что меня очень сильно поменяло. Мы с мужем очень хотели дом. Точнее, знаете, как из многих целей, это важная цель, которую надо должен 20 человек продать за квартиру или дом. Но это цель, которую я немножко откладывала. Я не думала, знаете, вот, как бы, хочу дом, и потом мы с мужем гуляли, а я говорю, расскажи мне про дом, чтобы меня это, как, нацепитировало, да? Ну, то есть, это было вот что-то такое, что я понимала, что надо, но я не понимала на 100% надо ли это мне. Да, то есть, это было то, что мы вот, это же круто дом, я приеду в гости к кому-то, это круто дом, но вот так вот. Знаете, что мне произошло? Мы просто, а я знаю, что мой муж очень хочет дом, да? И я понимаю, что моя цель, она же тут как-то так непонятно будет, как-то, параллельный, то разлез. И мы просто, давай, иди, я говорю, давай, может быть построен, себе дом, но не такой там, с такого огромного камня, не с каким-то там двухметровым забором, а давай построим себе дом, в котором мы будем жить, и он будет для нас, не для будущей там поколения, не знаю, знаете, как строят там такие замки, я в какой-то не знаю. Я хочу в этот дом, где я могу просто прийти отдохнуть, но я хочу в этот дом приезжать, когда я хочу. Я хочу, чтобы у меня была возможность путешествовать по миру, но при этом не хватит, чтобы сидеть в дом, да? Ну, то есть, вот я это не хочу. И когда мы говорим, что меньшее количество, помню, количество кирпича, как мы говорим, меньшее длину забора, да, у меня сразу все поменялось в жизни. Понимаете? То есть цель, она может быть, но цель, она должна быть такой, которая вас греет. Если вы хотите автомобиль, а на самом деле вы не хотите, не надо там вам автомобиль. Смотрите, тоже я писала, хочу автомобиль, хочу автомобиль, а потом мне знакомый говорит, знаешь, я уезжаю на две недели, у меня машина стоит, такая машина, такая простая, такая дешевая, очень дорогая, хочешь поездить? Я говорю, хочу. Знаете, кто за мной ехал за машиной? Мой первый директор, которая за мной шла, когда мы плановили проценты, которых не верят, и не знаю, это вообще не просто что-то. Я села первый раз в дороге, у меня, конечно, здесь город, и забрали машину вдвоем, да? Вот это и детская. Запишите три основные идеи по вот этому важному пункту, да? Кем ты хотел стать в детстве? Напишите три момента. Чего я хочу на самом деле? Напишите три момента. И чего я хочу в ближайшие два года? Напишите три момента. И я хочу, естественно, для той же три. И у вас получится, по идее, да? Там, двенадцать каких-то монетов. Какие там будут общие? Какие там будут, ну, может быть, у вас все будет одинаково вообще? Но из этого всего выглядит то, на что вы готовы в ближайшие полгода, в ближайший, там, год, и в ближайшие, там, пять-десять лет. То есть распределить эти цели и действуйте в порядке, ну, очередности, да? Цель. Цель – это мечты со сроком исполнения. И вот тут я не буду вам проводить клиник по целям. Я вам скажу, что мне помогают. Для меня очень важно было когда-то – это карточки с целями. У меня не было особо таких карточек. Я взяла просто свои визитки, записала с обратной стороны, что я хочу. Положила это все везде, где я часто, ну, заложу. В шаговской сумочке, в кошелек. У меня еще в ежедневнике было место, где, ну, туда засовывались визитки. Я периодически, их права у меня были. Я периодически, если у меня была свободная минутка, не пришел человек на встречу. У меня нету, допустим, там, скайф, ну, допустим, там, конференции. Или там, ну, чего тебе, я там нахожусь, просто свободное у меня время. Я брала и пересматривала свои карточки с целью. Очень хорошо для меня в определенный момент работали афобизмы на день. Когда я брала в ежедневник и, ну, листала мою любую страничку, неважно на какую, и писала там себе. Ты там сегодня молодец, да, там, у тебя там все получится. Я сиди и писала в будущем. То есть я брала в ежедневник и писала на будущей страничке что-нибудь. И когда я открывала, я просто, девушка, иногда просто в шоке была, потому что там было написано, потому что оно все исполнялось. А иногда, наоборот, у меня встраунтер, а у меня, ну, тоже так вот мыслим, сил нету идти. Открыла, прочитала и вперед, да. Это как письмо будущего тебе, да. Очень мне помогало. Ну, и у нас еще есть такой календарь целью на холодильнике. Очень работает. Я слышала, что тут только в туалетском. У нас на холодильнике, не знаю, вот, я с вами, кстати, похудела на 11 кг, но целью на холодильнике тоже не хватает. На холодильнике тут, конечно, не хватает, но целью на нем так и написано, да, остались. Очень работает. Мы всегда с мужем прописываем вот на тот вперед, у нас там что-то уже записано, какие-то места еще не записаны. То есть оно так и добавляется. Если ты каждый день это видишь, фокусируешь на этом свой взор каждый день, и ты просто идешь к этому, потому что сроки уже поджимают. И когда были потрясающие просто ситуации, когда мы планировали, там же, допустим, покупку автомобиля нового, и у меня было в цели написано, то есть марк месяц, и мы покупали его как день с первым марком. Понимаете? То есть, а кто, как мы видим, вот в Германии, там вылезал, вот прям в последний день, там в месте, на котором был данный пископ. И мы тогда тоже написали, слушали про путешествия, и казалось, ну откуда, откуда. То есть, на самом деле мы открывали офис, очень много денег вложений, а написали уже путешествия. Где деньги в путешествии? И тут раз-два, деньги появляются, что они на путешествии, на тебе. Понимаете? И мы думали, откуда это. А это, знаете, волшебные холодильники. Можете проверить, может у вас тоже волшебные, если вы там напишите. Список знакомых, это основной метод работы. Это то, о чем я немножечко вначале уже сказала. Что, знаете, для меня очень важен именно результат. Я человек, который работает на эффективность и результат. И я не готова работать много времени на те детства, которые маленький результат дают. Я люблю так, чтобы сделала и увидела сразу. Поэтому я работаю со знакомыми, и свою команду раскрою со знакомыми. Это в первую очередь. Сейчас очень помогает интернет. Залезьте в одни классники, залезьте в ВКонтакте. Найдите своих знакомых, которых давно не видели. Как на Даша говорила за вчера, что личный крэп, страничка личного бренда, где у вас фотографии с мероприятий, где у вас фотографии присутствуют в платье, на красном дорожке, и людей нацепляют. Они сами спрашивают зачастую, а что это такое интересное у тебя в жизни происходит. Поэтому для меня очень важен именно метод знакомый. И второй метод, которым я работаю, это рекомендации. Это основные два метода. Рекомендации это какой метод? Это когда у вас человек стал или клиентом, или потребителем, или возможно никем не стал, но ты спрашиваешь, среди твоего окружения есть знакомые, которые хотели бы дополнительно заработать, или которым нужен бизнес, или которым нужны деньги вообще. Обычный человек говорит, да, есть. Иногда говорят, я не знаю, может быть, кто-то есть, да. И я когда человеку уже рассказала о бизнесе, люди видят моё видение, и они обычно продвигают хороших людей. То есть они обычно говорят, ты знаешь, я так сейчас не горжусь, но вот тебе там Маша, или вот тебе Таня. И я всегда говорю, послушай, а ты можешь ей позвонить и сказать, что ну что-то обо мне, но с полевой информацией. Чтобы человек не говорил, что там Катя, за лицом тебе позвонит, а позвонит и скажет, что у тебя есть знакомый предприниматель, это же я, правильно? Правильно. И что я с ней свяжусь по вопросу там денег, что... То есть я прошу, чтобы человек дал обо мне рекомендацию, да, дал обо мне информацию, да. И потом, когда я уже звоню, часто очень люди говорят, да, я приду когда-куда. То есть даже, кстати, не спрашиваю, там, получается у них или нет. То есть быстро, я звоню и когда ты сможешь, всё. Это один из таких самых моих любимых методов, это список знакомых и рекомендаций. Все остальные методы работают у нас в команде. И у меня в основном тогда, когда, ну, допустим, есть свободное время, что-то не получилось только тогда. Когда, допустим, раз, собрались и, там, пошли, там, продавали каталоги. Тоже очень любят. Или, там, допустим, там, стали, тоже однодатико, там, или, там, ещё где-то, ну, в соцсетях предлагать незнакомым людям, потому что они, допустим, там, спалбаться были или ещё что-то. Ну, то есть это дополнительные методы. Ну, я вам скажу честно, знакомые знакомых никогда не заканчиваются. И в основном 80% времени моего, да, будут по знакомым или по рекомендациям. То есть редко у меня идут вот какие-то дополнительные методы. Потому что, вот, я уже работаю в идее, получается, ну, сколько, ну, я, сколько я, с 2005 года, я открыла ИП. Получается, сколько мы, с 11 лет, и у меня не закончили знакомые. Представляете? У вас точно, наверное, не закончили. Акцент – работать с бизнес-партнерами. То есть можно рассуляться на большом количестве приглашённых людей, но нужно понимать, что, ну, так скажем, ты всех меня умничаешь, и всегда в любой, допустим, мастер, всегда есть какие-то ключевые люди, там, генералы, да, и вам нужно их найти. В первую очередь, а потом их обучить, и дальше они берут всё в свои руки. Ну, тут тоже бывает такой, знаете, провал, когда ты думаешь, что ты на всё способна, ты такая умная, ты, в случае, всех расскажешь, что научишь, и ты сама всё делаешь, не делегируя. И мы говорили о правильном делегировании. То есть очень важно найти людей в вашем романде, которые за партнерами вашими, которые разделят как партнеры с вами ответственность, обязанности. Как знаете, когда ларьки идут у света, ответственные кто, партнеры, правильно? Ну, не продавцы. Поэтому иногда люди, они, ну, обещаются, или они как-то неправильно относятся к тем людям, которые, там, допустим, в вашей команде, они не бизнес-партнеры, но они что-то не сделали. И вы к нему относитесь к тому бизнес-партнеру. И за это, вот, кстати, очень часто, когда люди у вас уходят с бизнесом. Понимаете, в чём я люблю? Бывают такие ситуации, когда вы, допустим, проводите мероприятие, да, вы там разделили ответственность, но человек, которому вы разделили ответственность, он не важный бизнес-партнер. Ну, просто, какой-то хуй, ты там, хорошо ты делаешь, давай, ты это сделаешь. И потом начинаются какие-то, там, обиды или ещё что-то. Если человек не взял ответственность, а он не будет брать, потому что вы не его бизнес-партнер, или он не ваш бизнес-партнер. Мы иногда хотим, чтобы он стал, поэтому мы получаем эту ответственность. Но в бизнес-партнере это те ключи не идут. Вы знаете, у вас есть в руках, он работает обычно с десятью партнерами. Ну, по крайней мере он так говорил, да, не рад. Ну, не знаю, может сейчас больше. У меня так не получается. Я не могу с десятью работать одновременно. У меня получается три и пять. Всё. Три и пять. Почему? По-разному иногда бывает, что, когда у меня новая команда только раздевается, я у тебя очень много времени, я не могу взять по ширине пять человек. Мне надо довезти их до ума. И я беру там одного-двух и максимум трёх. Но когда у меня уже все подросли, когда я чувствую, что я могу их оставить, я беру тогда новых людей. Найдите пять ключевых партнеров. Кто для вас будет ключевой? Как вы думаете? Цель одна. Цель одна. Видите, я думаю, это вроде моё. А вообще, у вас есть какие-то критерии бизнес-партнеров? Активные. Активные. Ответственные. Ответственные. Зовут людей. Дисциплинированные. Общая цель. Коммунистальные. То есть это всё важно. Но более важно это что? Это наличие у них той же цели, что и у вас. Потому что может быть человек очень активный, может быть очень ответственный, может быть очень коммуникабельный, но у него нет той цели, которая есть у вас. И очень важно поговорить с человеком, обретить его цель. И готов ли он найти цели, работать, что-то делать? И если он готов, я дальше спрашиваю, да? Если у тебя есть цель, готов ли ты выделить на эту цель время? Человек говорит, да, готов. Всё, это мой партнер. То есть для меня два критерия очень важны. Это наличие цели и наличие времени. Если нет времени, значит цель не верная, значит цель не его. Это вернуться к тому, что было в начале, да? То есть если человек не готов найти время, на вас, значит у него нет той цели. Если у него есть цель, то у него всегда найдется время. И у меня это базовые критерии. Время и цель. Потому что я считаю, что любого человека можно научить. И не важно, как он уникальный человек или нет. Потому что люди, они разные. И они, если человек, у него есть время, он может всего научиться. Согласны? Да. Согласны. Мы находим пять человек, у которых есть цель, у которых есть на вас время. Кстати, время может быть очень ограничено, но если оно есть, и человек готов на это время сработать по максимуму, то у вас все получится. Пять человек таких находим. И помогаем этому человеку найти таких же пять в его команде, в которых есть время и цель, да? на вас, на воплощение вашей совместной мечты. И тогда у нас в команде получается двадцать пять бизнес-партнеров. Кто такие бизнес-партнеры? Это те люди, которые что? Приглашают. В наше бизнес это самое важное. И тогда у нас двадцать пять человек, которые приглашают людей. Вы со своей стороны должны организовать процесс. Вам не обязательно участвовать во всем, а вы должны организовать это все. И дальше, если процесс налажен, а что такое налаживание процесса? Для меня, допустим, да? Это когда я говорю человеку, у тебя есть время и есть цель, да? Да. Найти такого человека, у которого есть время и цель. Цель совпадать свою. И человек сделал, я проконтролировала. Может быть контроль сразу, когда я вместе с человеком. Может быть контроль на расстоянии. Человек нашел сам. Я говорю, действуй дальше. Человек нашел второго человека. Я могу быть спокойна. Относительно спокойна. Дальше этот контроль уже на расстоянии. Потому что я человека научила, что? Самое главное. И стать бизнес-партнером. А бизнес-партнеры, как правило, сказали, что рекрутируют. И тогда у нас в команде 25 человек, которые рекрутируют. И дальше, если вы наладили процесс, эти люди во второй пятерке, они умеют искать ключевых партнеров. Они помогают найти ключевых партнеров. И у вас уже 125 человек, которые рекрутируют. И дальше представьте свои партнеры, чего вы пригласили вас в команде. Каждый каталог был что? Красота. Да? Да. Когда я рассказываю бизнес-встречи, я очень часто пользуюсь вот этой формулой, чтобы показать вам легко, как просто наш бизнес. Я говорю, найди 5 ключевых. Помоги найти 5 ключевых. У тебя 25. Помоги. Научите людей найти 5 ключевых. У вас 125. Давайте посчитаем в сумме сколько. Вы. Плюс 5. Плюс 25. Плюс 125. Плюс 156 человек. Так вот. Когда у вас 156 человек, эта команда, если вы сделать с ней не дала ровно 50 баллов, у вас уже 7800. Это вы только про ключевых говорили. Мы не говорили даже про потребителей и всех остальных. А если вы настоящие ключевые, то вы делали 150. Правильно? Да. Вообще просто получается. Что такое 156 человек? Мне говорят ему давать. И тогда много пригласить всего 26 человек. Я говорю, ты знаешь, если ты одна будешь приглашать, это много. Вот представьте себе Вика, она приглашала каждого из вас на раньше. Это было бы новое. Но надо что сделать? Организовать. Надо собрать 5 человек. Научить их пригласить 5 раньше. А те 5 раньше, научить пригласить еще 5. И у вас полный зал. Вот так работает процесс. А это организатор. Поэтому у нее, кстати, звание такое. Понятно? Так работает наш бизнес. То есть все на самом деле очень просто. Мы иногда усложняем самые простые, вообще инвентарные вещи. Когда я говорю, 156 человек, я имею в виду, но чуть больше, чем наш зал. Это много вообще по количеству людей? Мало. Я живу еще пока в доме 5 этажей, 5 подъездов. У нас в доме 100 квартир. В каждой квартире живет минимум 2 человека. То есть это 200 человек в моем доме. Сколько таких домов в вашем городе? Желтых. Вообще очень много. Вы понимаете? Что оказывается, вы вообще-то ничего не делали. По большому счету. То есть вот это вот, это я вам показала сразу, как я работаю с партнерами, как я без встречи провожу. Вот как я без встречи провожу мужчинам, предпринимателям. И мне очень многие понимают, что на самом деле такой товар оброс, сдать очень легко. Очень просто. Опять же помните, вот эти вот слова, да? Эффективность. Приглашайте ключевых партнеров. Тех, у кого есть цель что-то изменить, которые готовы что-то поменять. И у которых есть время. У меня недавно была женщина на бизнес-встрече. У нее, ну такая очень ситуация в жизни. Она строила с мужем дом. Строила, строила, строила. Потом он нашел другую. У нее нет ни дома, ни мужем. Да? Мы остались в доме. Кринополь 17 лет. Он сейчас поступает. И когда я ее слушала на бизнес-встрече, она столько времени уйдила, что ну как это рассказывает эту историю, да? Как она вот, ну типа, пошлите меня. И я ей говорю, Анна, у вас есть возможность. И я ей немножечко рассказала свою историю. Как я мечтала на этой истории. Как у меня тоже ничего не было. И вот теперь появилась. И она говорит, ну так это ж тебе повезло. Понимаете? И когда я эту историю услышала, да? Я поняла, что человек не готов ничего поменять. Хотя мне кажется, вот пожалуйста, бери и действуй. Но человек будет плакать, там, пожалеть и менять все что угодно, но действовать он не готов. Понимаете? Действовать вообще не готов. И мы очень часто, нам жалуют таких людей, и мы на них тратим свое время. Хотя есть люди, которые достойны вашего времени гораздо больше. Основные методы рефрутирования. О, у меня почему-то нет. Первое. У меня на сегодняшний день. Мы только развиваем интернет. Основные методы рефрутирования. Я очень люблю и горжусь нашим продуктом. Именно косметикой. Очень горжусь серией Новый Эйдж. Я считаю, что выражусь это стратегический продукт, который до сих пор еще люди не понимают на самом деле, что мы можем получить от продукции волос, да? Для себя лично. И сколько мы можем получить как в бизнесе. Поэтому для меня основные методы рекрутирования это через продукт. У нас проводятся СПА-процедуры. У нас проводятся сессии Новый Эйдж. Мы какое-то время делали ютуб. Прямо так, как в компании. Сейчас немножечко, чуть-чуть по-другому. Мы все-таки делаем математические страны. Потому что моя задача, чтобы, ну, для меня это метод рекрутирования. Вот с точки зрения рекрутирования, эффективность это когда у вас человек зарегистрируется. Правильно? Ну, вот я просто вот так вот посчитала, что у меня после сессии Новый Эйдж вместе со СПА регистрации больше. Потому что люди хотят хоть что-нибудь купить. А моя задача, чтобы человек зарегистрировался, чтобы потом я могла ему донести дальше информацию. И у меня так получается, что люди регистрируются на СПА, но потом, после, допустим, пятого раза прослушали на мероприятие про Новый Эйдж, про Новый Эйдж. Они понимают, за чего мне нужно. И что без него они жить не могут. Ну, вот у меня на сегодняшний день это лучше всего работа. И в Элнесс. Мы очень сильно работаем с Велнесс. Но мы с Велнесс работаем очень легко и просто. Как мы это делаем? Мы на всех мероприятиях, которые у нас есть, особенно для новичков, мы стараемся дать, ну, как называемую, одну минутную презентацию Велнесс. То есть, что я говорю? Я каждому новичку, который ко мне приходит, на СПА, ну, куда угодно, я им говорю пару фраз, ну, какие-то, которые, возможно, будут сцены. Я говорю, ты знаешь вообще Швецию? Ты знаешь, что ты ко мне знаешь? Человек говорит, ну, как шведское качество, да? Это сейчас такой вот фраза, которая у всех на слуху. Я говорю, а что ты еще знаешь про шведский, да? Там Войло, там еще что-то называют. Я говорю, а ты знаешь, что в Швеции оказывается лучший медицин, да? Что там разработки очень сильные, что там Лунский университет один из самых лучших вообще во всем мире по разработкам, по научным исследованиям, по всяким новым, там, препаратам, вот этому всему. Кстати, кто мне это сказал? У меня есть девушка в команде, которая сестра, она живет в Англии, и эта сестра, она услышала про Веллесс, она единственное, что ей, ну, как бы, спросила в тему субботу в Лунский университет, а она, кстати, автолюболог, и она сказала, лучшего нету. То есть, если это в Лунте сделано, лучшего нету. Так сказал мне человек, который живет в другой стране. И тогда это, ну, я так и говорю, тут я там вообще спросилась, так и говорю еще раз. И говорит, ты знаешь, в Швеции есть такие очень известные врачи, которые помогают людям, всему миру помогают. Один из них, это Стикстен, это картиохирург, и ему по своими изобретениями помогают всему миру. И нам очень сильно повезло, что Альцем, это из сотрудничек, оказывается, с Центром, который работает с Стикстен. И благодаря этому сотрудничеству у нас есть такая уникальная возможность получать эти продукты в офисной Швеции к нам сюда. Я не говорю про Виталий, ничего, я просто говорю, что вот очень важные продукты, ну и представьте, они у нас продаются в аптеках. И люди тогда вообще ничего не понимают, да? И я говорю, а это консультанты по их звонить, так как это тоже Швеция, у нас 20% скидка и все это. И дальше я просто даю литературу, ну, допустим, журнал, там, wellness, да? И приглашаю их на мероприятие по wellness, ну что-нибудь, все. Я больше ничего не говорю. У людей есть предупреждения против, там, коктейлей, каких-то витаминов, еще чего-то, но против Швеции у них предупреждения нет. Против врачей известных, против блудов у них нет. И вот так я каждому говорю. Вы знаете, буквально в банке у меня, до наших воинских банк, у меня появилась такая возможность перейти к врачам и рассказать им про wellness. Точнее, как, у меня просто женщина есть, которая знакомая, не знаю, очень диригант, она старшая медсестра. И когда она спросила, могу я сам переговорить, я думала, она придет в офис, но она говорит, нет, если вы хотите, да, я говорю, очень загруженно, я работаю с женом отдельно, мне говорят, вы можете ко мне подъехать. И я решила это все совместить. Я говорю, а можете Наталью кого-то еще позвать? Она говорит, да, можно кого-то еще позвать? И вот так я приехала туда, и я вот то, что я вам сказала, сказала. Ну, прямо вот эти фразы. Они вот так открыли, говорят, мы всем говорим, что если вы что-то из этого покупаете, то покупается еще европейское, а у вас еще и 20% скидка, а что это такое? И дальше я уже называла каталоги wellness, и я думала еще, я всегда собираю из витами эти сладыши, там по суставу. Врачи они очень часто, они вот там по этому ничего не поймут. И вот эти сладыши все. И они все смотрели прошу, потому что там картинки, это неинтересно. Врачи они смотрят цифры, да, и вот представьте себе, одна, вторая, третья сидели, потом еще кто-то подходит, и одна говорит, ну, хороший комплекс, а вторая говорит, дай посмотри куда. Ну, да, хороший комплекс, они не читают, они смотрят состав. И одна говорит, а как они не выдели тогда? Я достаю этот, то есть я в начальнике показываю, я достаю и говорю, оно все в комплексе. Сколько это стоит? Я говорю, как вы думаете, сколько обычные витамины стоят? Обычные амеды стоят? Ну, и у нас еще есть такой гитальный комплекс, а не цидарный комплекс. Я говорю, ну, сколько их встретить? Кстати, про цидарных мало врачей что-то понимают, и они знают, да, 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 хорошо, но что, понимаете, мало чего, не знаю. Вот. А они принимают витамины, понимают и нервничку как-то, понимают, и вот говорят, ну, говорит, хорошее амеды там стоит где-то 300-400 тысяч, и говорят, хорошее витамины тоже. А я говорю, вы знаете, у нас в аптеке, да, там около 500 тысяч, но, говорю, у нас с скидкой 20 процентов, я как представитель, могли, да, там будет там 550, ну, с теми, все такие, ой, да, вообще круто, вообще, ну, то есть, ну, у нас здесь, у нас в Брестке большая предъемка, у нас нет аптеки в Брестке, поэтому, когда они все говорят, в какую аптеку, да, идти? Я говорю, ну, мы организовываем поездки, это немножечко, это просто такая, ну, приходится на себя брать эту организацию, или немножечко врачей, ну, у вас-то вообще отличная, ну, с этим, да? Да. Поэтому, Велмасс, мы и на Велмасс Тест тоже займем людей, мы займем их с уникальной возможностью, то есть, мы говорим, у тебя есть уникальная возможность пригласить человека, да, или пройти Велмасс Тест, то есть, очень сильно, можно сделать, ну, таким, закрытым, то есть, только у тебя, и ты можешь ждать одного с тобой, самого лучшего друга, или маму, который ты можешь, ну, пригласишь, на Велмасс Тест, то есть, почему мы так приняли, мы сразу, когда у нас появилась вот эта Велмасс Лайф, мы подумали, если мы сейчас это сделаем неграмотно, если мы сейчас начнем всех звать, знаете, мы прийдем на Велмасс Тест, прийдем на Велмасс Тест, прийдем на Велмасс Тест, это выделяет ценность, и тогда мы просто, вот, решили именно, индивидуально, именно в маленьком количестве, именно то, что только для ты, и только для тебя, поэтому, у нас, мы не берем, ну, у нас только как в офисе, только на компьютере, только ты можешь привезти сюда, даже кто-то меня ввел, а у меня мама вообще не ходит, я говорю, нет, я не приеду, это очень важно, это ты должна прийти, понимаете, ценность, каталоги, я бы тут вот оставила, на уровне еще каталог, каталоги раздаем, сейчас компания, очень красиво делает каталоги, очень грамотно делает каталоги, и я стараюсь, понимаю, где-то, у меня вот сейчас, я работаю, я беру себе 150 каталогов, лично, 150 каталогов себе беру, я, да, еще мне это надо, потому что у меня большой поток людей идет, мы сейчас работаем методом, опять же, спал Wellness, и я каждому даю каталог, каждому, потому что, ну, может быть, конечно, звички это, конечно, образовывать не могут, да, поэтому за это не делайте, но если у вас есть какая-то возможность, вкладывайте в каталоги, хотя бы 20 каталогов у вас должны быть, они по 8000 стоят, это небольшое вложение в ваш бизнес, я просто, когда-то, ну, так столкнулась, с другой компанией, когда у меня человек, на высоком уровне, я рассказывала про бизнес, когда я попросила какао, мне сказали, ну, тебе нужно, ну, как бы, я тебе, ну, там, брошюрку, а какао, я не могу тебе дать, ну, что-то, типа, там, он у меня один, ну, как-то так, когда это все звучало, и, знаете, я подумала, что уж это за бизнес, да, что лежали мне туда же каталога, да, за странность, а, возможно, я так убиваю, понимаете? Сейчас мы в коне металл. Поэтому для меня это имидж, что у меня это инструмент работы, как у меня он должен быть. Новичков уже стоить, я учу, новичков для начала 10 каталогов, когда человек, там, хотя бы, там, уровень 6-9 процентов, 20 каталогов, а если ты видишь свою команду, кто и больше, то 50 каталогов, у меня, где-то, в скрине, ну, 15 процентник, там, 18 процентов 50 каталогов берет, для работы. Для того, чтобы каждый, у каждого был каталог. Визаж. Визаж, это у нас, как такая изюминка, у меня сейчас команда, которая работает методом визаж, ну, это моя пятая веточка, они работают именно этим методом. Сейчас они работают этим, как на закуску, то есть и, ну, так, и, допустим, прийти на визаж. Но это не основной метод. Основные методы два, которые СПА-процедура и которые ВЭЛС. Именно методы реагрутировать и я, чтобы вы поняли. Методы инфицирования, приглашения людей. Ой, предостав. Интернет. Да, он там предоставил интернет. Интернет, методы инфицирования интернет это личный бренд. Это, я всегда говорю своим визерам, что если ты в соцсетях, где-то представлена, тут обожаемость, присылай страничка, присылай фотографии, потому что тогда это твой винич, и то есть домой, если они придут к нам на бизнес-встречи, и тебя откажут, они все равно у тебя в соцсетях, и они будут видеть твое движение по определенной лестнице. И они к тебе придут. Не сегодня, а так завтра. И даже они звонят не будут, они сами позвонят. И там очень часто словато. Поэтому интернет, это, да, это скорость нашего бизнеса. Для меня, когда мы лучше запускаем, лишь если только это все в процессе делаем, но для меня это, знаете, я к интернету очень отношусь. А когда у нас были такие телефонные домашние, да, городские, потом мобильные стали. Успорилось? Все. Уже не надо встречаться возле елки, да, или там, возле, там, того кофе. Помнишь, где там это кофе, там, в своей стороне, я тебя буду ждать телесери? Кто помнит? Да, было такое, да. А с телефонными мобильными все стало проще. Интернет, он, знаете, там, если телефон мобильный стал 10 раз проще, то, что интернет, я думаю, он в 100 раз сильнее, чем то, что мы сейчас делаем. Но я всех прошу, да, свою команду особенно прошу, да, что если у вас сейчас работает то, чем вы работаете, работайте дальше, и усиливайте это с помощью других методов, которые вы услышали. Возможно, вы сейчас работаете в интернет, вам понравится то, как я работаю, допустим, в Эллес, и вы сейчас броситесь туда, это неверно. Вам нужно работать тем методом, которые у вас лучше всего работают, и добавлять что-то такое, что может вам дать большую эффективность. Но никогда не меняйте систему, не меняйте ваше время переправить. Не меняйте. Делайте то, что у вас лучше всего. Я вчера давала, позавчера, давала все методом девочкам, да, я тоже говорила. Кто, ты у кого-то зарегистрировала? Делаешь там на еда. Я говорю, какие методы? Каким-то, так? Я говорю, пожалуйста, вот этот метод у тебя хорошо получается. Развивай его и добавляй то, что делает твоим, ну, спонсором, делом, которых ты можешь затуплировать. И пробуй другой метод, но не уходи от твоего основного метода. Именно так будет лучше всего работать. Добавляй, но не меняй. Менять не надо точно. Бизнес-встреча и вторая встреча. Для меня когда-то бизнес-встреча это был такой, знаете, метод, когда я сидела у человека, ему рассказывала там два часа в бизнесе, и не понимала, почему он не регистрируется. Было такое у вас? Да. Прочли этот этап. Следующий этап, когда вы уже все настолько четко понимаете, что ваша встреча занимает 5-10 минут, и вы не понимаете, что он не регистрируется. Тоже такое было, да? На сегодняшний день я смотрю на человека и пытаюсь с вопросов начать без встречи, пытаюсь поймать, что ему важно, и потом наш бизнес, а он на экране, показываю его тем углом, той стороной, которую этот человека зацепит. То есть думая о том, что рассказать. Но первая и вторая фразы, они всегда проходят. они должны быть, иначе быть не может. Вы должны вознять сначала ступор, когда что-то в бизнес-встречи, потом вы выкладываете все, потом вы частично говорите. Но это все верно, но самое лучшее, это когда вы начинаете бизнес-встречи с вопросом о том, что человеку важно, и даете ему информацию именно с того угла. это вот такой вот эффективный совет, да? Бизнес-встречи, да? И вот так вот там на слайде, когда человек после бизнес-встречи уходит такой, что у него в голове, знаете, там, жизни я не буду, или у меня не получится, или это не для меня. Конечно, не для меня удобную информацию вылить, да? или вы уходите наоборот с недополучной информацией. Кстати, тоже очень интересный тренинг, который я тоже посетила куда-то, когда вы задаете вопросы обратную связь, спрашиваете, и когда слушаете человека. Очень страшно спросить после бизнес-встречи, что человек думает вообще. Кажется, ну что, ты говорил, да? Нет, ну нет, ну ладно, да? Есть такое? А спросите, да, у человека, что ты об этом думаешь? Человек вам что-то скажет. Потом вы спросите у человека, как ты думаешь, что для тебя будет самое сложное? Только с того, что ты вот там услышал, или что ты там перечистил. и человек выиграет самое сложное для него. То есть он скажет, что мне не знакомо, или, а я так не умею говорить, или, я не владею там науками работать в интернет. Да? И дальше вы говорите, скажи, если ты этому научишься, и в своей жизни произойдет то, что ты хочешь, да? Ты получишь то, о чем мечтал. Ты наконец-то будешь жить так, как хотел. Ты готов? Ты готов этому научиться? Человек говорит, допустим, да, готов. Я говорю такой, я тебя научу. Я твой спонсор, я тебя готова научить этому, чтобы ты получил свой результат. И так. И в конце, мне знаете, очень так вот, мне вот когда это тоже помогало очень сильно. Я говорю, если ты сейчас, допустим, разлушал информацию, и ушел, ничего, не зарегистрируешься, ничего, пусто, да? У тебя что изменится в жизни? Ничего. Если ты зарегистрируешься, поработаешь, поучишься, попробуешь, и решишь через год, что у тебя не получилось. Что изменится в твоей жизни? Кто-то говорит, я потерял время, да? Я говорю, ну ты приобретешь новые навыки, новые знания, которые тебе, возможно, в жизни помогут. Много людей приобретешь, знакомых, другим человеком. Допустим, более здоровым, более красивым благодаря нашему продукту. Человек обычно говорит, да, работаем в страны, да? Более давно лучше. И тогда я добиваю последние фразы. А представь. Если ты регистрируешься, обращаешься, делаешь, да? И получаешь результат, получаешь ту цель, которую я мечтал. Что тогда изменится в твоей жизни? Все поменять. И очень многие люди, после этих трех фраз регистрируются. Потому что они не понимают, знаете, сомнения, у них уже нет сомнений. А когда мы начинаем безыстрелить фразы, ну там, ну вот, да, типа, там, что ты вдруг пошли регистрируешься там? Где-то мне регистрируешься. Ну ладно, да? Да. У меня была такая девушка, которая после этих всех фраз, она все равно сидит и смотрит на меня, да? Я говорю, а почему ты не регистрируешься? И она, и она, например, сама говорит, говорит, не знаю, я говорю, надо регистрируется. Ну, на самом деле, это было потом 15%. Да, то есть вот она, вот все три фразы она прожила, да? И в итоге говорит, и она говорит, нет. Я говорю, а почему нет? Ну, так я не знаю. Ну, значит, нет, она не сомнется. Она просто, ну, типа, ну, нет. Ну, просто так принято, может быть, сказать нет. Да? И она говорит, ну, да, вы спросите. И так было смешно в этом конце, но когда она все время все говорили на безвстречах, что она мне сказала нет, но зарегистрировалась. Начальное обучение обязательно. Но тут, вот знаете, у меня тоже есть такие знакомые лидеры, которые, допустим, говоря так, у меня нет людей, которые учить, поэтому я не буду никого учить. Школы, мероприятия какие-то. У меня нету лидеров, поэтому я не буду говорить о том, что на ботонье, что важнее, да, то есть, что первее, яйцо или пузица. Всегда, когда есть место, время, всегда найдутся люди, которые туда придут. И вы не знаете, они станут успешными или нет, но вы можете их туда послать. Поэтому для меня это мой спонсор меня научил, что очень важно именно начальное обучение для новичков. У нас есть всего, вот у нас на сегодняшний момент, 5 занятий, из них 4 обязательные, одно такое дополнительно развлекательное. Всего 4 для новичков, которые он должен, новичок, пройти. И я при регистрации говорю всегда, что ты зарегистрировался, ты не в официальном мире работал, ты не знаешь. И тебе нужно пройти 4 базовых вот этих вот занятий, на которых у тебя сложится азы понятия нашего бизнеса. И дальше уже ты хочешь решать, да, идешь ты дальше или нет. Первое у нас занятие есть о Алифей, о продукте, о компании, о Швеции, о заводах. Ну, вот такое вот глобальное Алифей, да? 45 факторов, кто без себя Алифей. Второе у нас занятие – работа с клиентом. Ну, идеи, даже я ее называю, там, работа с человеком, работа с консультантом. Где я рассказываю не как найти клиентов, а я рассказываю как грамотная работа с человеком. Как слышать ее по первости, как по первости давать рекомендации. И эта школа, она работает так и на работу с клиентами, так и на работу со своими людьми. Очень многие люди приходят к нам в школу и уходят уже более опытными спонсорами. Именно школа как работает, можно назвать, у нас клиентом, да? Хотя очень многие к нам приходят, сначала клиенты, но там мы обсуждаем именно так, грамотно работать с людьми, слышать их. У нас по работе с возражениями. Хорошо, 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 хорошо. У меня сейчас работает колледж, которая пришла из обычного магазина, что-то, типа, там, 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 где-то продается. Ну, типа, тех, кто, там, не знаю, как все это называется. Вот, и она говорит, ну, и первый тренинг, который там проходит, это работа с возражениями. Работа от каких-то возражениях. Потому что у человека есть, появляется желание, это момент принятия решения, и это именно работа с возражениями. И она настолько легко с этим работает сейчас. Я тоже, я еще раз, или через первый раз, увидела, что это очень важно. Именно доработка, работа с вопросами людей. И у нас это вот тоже делается целое занятие, там, двухчасовое занятие, где много вопросов разбирается, именно как грамотно с ним работать. И последнее у нас есть занятие, это спонсирование и рекрутирование, где рассказывают о том, как быстро выйти на какие процедуры, в общем, в организм план компании. То есть, именно, грамотное и спонсирование, то есть, обучение людей, привлечение людей, ну, с ними, работы с ними. И рекрутирование. Спонсирование и рекрутирование. И как такая фишечка, у нас есть макияж. То есть, это не обязательно школа, но тоже она есть у нас. И вот такие вот, четыре школы у нас идут каждые три недели. Они у нас две и две, и из-за качества все макияжа. То есть, две конфетки, две конфетки. Хорошо. Опять же, смотрите на эффективность и результативность. Я своих лидеров всегда учу. Я говорю, школа, она будет, независимо от того, будут ли там твои люди или нет. Мероприятие все равно будет, независимо от того, будешь ты или нет. Но вот тот, кто умнее, тот, кто, знаете, сам все учит, или тот, кто приглашает людей, и он учит у глупого человека. Результативнее, эффективнее и более ценно получение опыта от разных людей. И поэтому, вы знаете, для меня, допустим, приглашение человека на мероприятие, оно стоит во главе. И если у меня день, да, допустим, у меня там в четверг школа, я в скреплю сажусь, и я в первую очередь приглашаю на школу. А потом я уже там приглашаю все остальное. Потому что я знаю, что мой человек, если он придет на какое-то обучение, он увидит других людей. Он услышит такие истории, возможно, не мою историю, это его зацепит. Он знает, что этому бизнесу нужно учиться. Что он поймет, что обучение важно. В то же время этот человек, он, возможно, там где-то раскроется, возможно, у него какие-то свиньи, где-то что-то вяжет. И дальше я после любой школы, как после любого обучения, образовательную всех людей, которые я пригласила. Была ли ты, что-то услышала, на что-то сделала акцент. На что сделала акцент. И уже человека дальше сопровождают. Если человек не прошел паузу в школу, мне человека сопровождают. Зачем вам пытается на этом человеку время на обучение его элементарных действий? Семинары и детские очень важны. И для семинаров, конечно же, мы уже сегодня, позавчера или вчера, вы поняли и вы, наверное, на себе прочувствовали, что так как на семинаре нигде не бывает. Почему? Потому что вы отрываетесь от дома, от своей бытовухи, от своих людей, возможно, которые, возможно, там кто-то, ну, у вас там все время требует ваше внимание, а кто-то наоборот может не требует. Вы вырываетесь в другую среду, в более успешную среду, потому что вокруг вас всегда люди, которые тоже, как и вы, стремитесь к чему-то, и даже есть люди, которые выше, допустим, уровень. И в этой среде вы можете научиться тому, чему вы дома не научитесь. И у вас происходит переоспоцентение, переоценка ценностей. Если человек, он дома, его дергают постоянно. Если вы выезжаете, очень важно куда-то выехать, чтобы просто остаться наедине со своими мозгами или обменяться опытом, вы все равно потом походите и подумайте. Поэтому для меня очень важно именно вот это вот перемещение, вывоз кого-то на семинары, потому что я знаю, что там человек в дни естественно для связки, где может чему-то научиться что-то понять. То есть на школах это тоже не проходит, не пробивается. И когда мне люди приходят и говорят, а что было на семинаре? А расскажи, что там было? Или, знаете, собирается обратная связь после мероприятия приходят те люди, которые не поехали, они когда-то слышат эту обратную связь. И я с вами говорю, ты знаешь, ты в жизни никогда такого не услышишь. Я никогда не учу людей, не рассказываю им о том, что было на мероприятии. Я только могу единственное, что сказать, что так жалко, что тебя там не было. Потому что невозможно петь как Алла Пугачева, невозможно рассказать, как раз расскажет свое мнение на трепашок. Наши люди, невозможно. Человек, он должен это видеть, чувствовать, не быть так. А иначе вы к нему что-то угрызываете. Знаете, когда он что-то ее знаешь, он подумает, а в другой раз опять пересажет. А в третий раз опять пересажет. Нельзя ценность такая. Вы заплатили деньги, вы получили результат. Зачем вы на этом будете, ну, там, бесплатно это рассказывать? Человек, он должен принести свой порог вот этой вот оплаты, платы за успех. Я знаете, еще Наташу Шуя говорю, чтобы поехать на Золотую конференцию, предварительно надо сколько-то же километров выхлотать от дома до какого-то мероприятия. Ну, представьте, на Золотой конференции, допустим, вы летите там в Гримм, сколько там километров? Ну, сколько надо поездить на семинары? Километров. А иначе ничего не будет. Нет такого человека, который бы поехал на Золотую конференцию и будет еще на семинаре. Поэтому я думаю, если хочешь сказать, что я такой, что с Золотым директором, поехали на семинар. Обязательно книги и диски. И вот тут я вам дам такой совет по поводу эффективности и по поводу работы. Сейчас масса литературы, масса роликов, и иногда наши новички, они в это утопают. В Ютубе утопают, утопают книга каких-то неправильных, а может, убрать их, не нужных сейчас. И они думают, я вот сейчас научусь, потом начну действовать. И кто-то им говорит, делай так, а вы так не делаете. Это против ваших правил, допустим, кто-то с Ютуба кто-то говорит. Поэтому я всегда и всем советую, посмотрите ролик, выложите его у себя на вашем, там, вайбе, или чем-то. То, что поэкспериментуйте конкретные ролики, конкретных людей, но не пускайте людей в отношениях. Просто бездумно идти смотреть кого-нибудь, что-нибудь делать. То же самое с Югорием. Сейчас проявилось столько книг, которые дают общие советы. И знаете, как вы читаете, там в страничке написано, а вот там я тебе расскажу, как правильно, да? Опять же, да, рождальность, и там тоже как правильно расскажу, и там еще как правильно расскажу. И в итоге человек, который написал книгу, он хочет, чтобы книга покупалась и последующая с том числе. И поэтому сейчас расскажу тебе в десятой книге, допустим. А наш человек тратит свое ценное время. Поэтому я очень сильно фильтрую какие книги и что давать. Просто так бездумно можно в этом потеряться и просто вылететь из бизнеса. Знаете, заучиться или там, особенно, если начинают какие-то психологические там книжки читают вообще, там, уйти. Да, психологию. Не надо этого. Наш бизнес прост, но его нужно учиться, и вы как гранат не тренер команды, но вычисли, что его надо прочитать. И тогда вы получите желаемый результат. Продажи. Продажи это такое, знаете, как он говорят, надо продавать. Мне сейчас очень нравится, как мы просто поменяли фокус на задачи. и я говорю, если ты бизнес-партнер, ты обязан сделать 150 баллов, чтобы получить деньги. Как ты это будешь делать? Да? Можешь прийти на школу поучиться, можешь дать удаловий, можешь там купить на мой уголовник, можешь поспрашивать все это на офисе, но я говорю, у меня все партнеры это делают это легко. Ну, то есть дать задачу, на самом деле девочки мальчики это все очень просто. Купи wellness light, купи себе что-нибудь получится, вот тебе 150 баллов. Все. А wellness light, все, сделай, мне тут все еще вместе опять надо. Да? И все. Balance. Поэтому продажи на сегодняшний день особо я этому не уделяю внимания. Я это перевела в задачу. И я на всех мероприятиях я стараюсь продавать высокополовые продукты. Ну, как в смысле продавать, да? В смысле рассказывать о них. О wellness life, о новой age, о сериях, о системах по уходу за телом, с волосами и так далее. чтобы человек мог грамотно потратить свои деньги и получить максимальный результат от этого. Вот опять же. Эффективность, результативность и ценность. Когда я дам эту новую страшенскую фразу, я продаю тушь за данный флот только. Ну, человек. А я говорю, а почему? Она говорит, а мне одинаково времени стоит продать тушь из серии VeryMe и тушь из серии Giordani Gold. Но выход разный. Люди будут более довольны от туши Giordani Gold. А время на продажу одинаково. И я сделала очень простой вывод, зачем продавать то, что очень маленькая и так еще. Ой, будьте здоровы. И научитесь скучить. Самое важное это не просто знаете я тут такая все знаете я тут такая все могу я могу провести 10 встреч за всех я могу все школы провести все вебинары провести самое главное это запустить систему научить учить ваших людей и правильное диригирование правильное дублирование это когда вы кидаете человек и говорите что теперь ты не это не не работает люди от него уходят от нас понимаете когда вы устали вы на себя навешиве всего всего чего можно и не можно и потом вы говорите что я устала берите все и все делаете да а я приду там одну и люди уходят потому что они не принимают этой ответственности у них не получается они дают массу времени которые они попытательно рекрутируют не будут рекоментировать поэтому очень важно правильно рекоментировать то есть когда ты делаешь со мной вместе даже потому что он знает что мама занята тем маленьким но если вы не обучили эту музыкальную команду то начинается а мама не выделяет время и у мамы не получается ничего в итоге не маленького воспитать ни второго школьника а как мама с 8 детьми 8 детей кто воспитывает маленького все вместе правильно поэтому в нашем бизнесе очень важно именно диригирование в команде очень важно командная работа потому что поверьте мне невозможно знать и вот наверное этот порог когда человек с директором а потом не может выйти на золотой или золотой мы можем дальше потому что у вас вот эти дети привязаны вы их не отпустили и маленькую взять не можете потому что ваши эти еще с вами мама мама куча поэтому почему растут люди растут дети причем у вас в бизнес-поторах много говорится потому что вы своих вот этих маленьких научили вы им диригировали и у них получилась работа самостоятельно они знают что мама любит мама с ними но при этом они работают самостоятельно правильно поэтому работа в команде это топливо которое позволяет обыкновенным людям достичь необыкновенных результатов и что мне хочется вам пожелать на сегодняшний день я вижу четко свою цель у меня горят глаза и я вам хочу пожелать чтобы у вас была четкая цель горели глаза потому что вы знаете бизнес наш очень простой на самом деле очень все легко но если у вас нет внутри вот этого ради чего нет внутри горящий глаз который через интернет через телефон и бездель то у вас ничего не получится найдите вот это ради чего вот это то чтобы у вас от вас дошло и все это результат на самом деле потому что вы работаете в такой успешной команде в такой успешной компанией в такой успешной системе успехов вам у вас ну что же вы делаете друзья вы делаете на первую выступлению я очень просто рада девушке она очень любит я вы действительно так стойчиво но и конечно же Витрина у тебя вообще дальнейшем успехов я думаю что твоя цель на сегодняшнем выступлении у тебя сразу на 10 лет И от нашей команды продвижение подарок. Спасибо еще раз. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!